Кош Жане Кош Баше. Праздник в честь возвращения наших соотечественников на историческую родину прошел в Алматы. Сотни репатриантов собрались во дворце студентов имени Джолдазбекова, чтобы отметить наступающее 25-летие независимости. Более миллиона этнических казахов вернулись на историческую родину за четверть века. Первые из них приехали, как только Казахстан обрел независимость. И глава государства Нарсултан Назарбаев сообщил, что страна готова принять своих сыновей и дочерей, живущих за границей. Казахстан – одна из трех стран, принявшая специальную государственную программу по возвращению своих земляков на родину. Несмотря на тяжелое время, создали все условия для их адаптации, предложили ряд социально-экономических льгот. Если в 2015 году в страну переехали около 5000 репатриантов, то за 9 месяцев этого года их уже 24 тысячи. Уверен, что число переселенцев в будущем будет только расти. Благодаря созидательной политике главы государства нам удалось создать уникальную модель единства и целостности народа Казахстана. Гостям праздника показали документальный фильм о том, как в начале 20-го века казахам пришлось покинуть родные края. И о том, как в начале 90-х годов они счастливые возвращались домой. За эти годы они прекрасно влились в казахстанское общество. У меня пятеро детей. Дочь-музыкант работает в Астана-Опера, играет на скрипке. Сын учится в Назарбаев университете. Я счастлив, что мои дети растут и живут на родине. Здесь у них есть все возможности. Майра Мухаммед Кызы, Рамазан Стамгазиев, группа Конор и другие. Многие из музыкантов тоже в свое время вернулись на историческую родину, получили здесь возможность развивать свои таланты и стали знамениты. Татьяна Напольская, Нурдауля Джексыбаев, Мухит Кудыгбаев, Алматы, Хабар-24.